Моя коллега по Российской Ассоциации исследователей женской истории, Ольга Александровна Валькова, является руководителем проекта по составлению биографического словаря женщин-ученых в области точных и естественных наук, родившихся до 1917 года. В качестве своей героини я решила выбрать маму своей коллеги Татьяны Борисовны Болох-Извековой, Ольгу Александровну Извекову, которая работала математиком и геофизиком. Тема моего доклада – научная деятельность математика и метеоролога Ольги Александровны Костарёвой-Извековой в 20-30-е годы XX века. Ольга Александровна Вернер-Костарёва-Извекова родилась 29 мая 1889 года в Лондоне. Ее отцом был известный адвокат Александр Яковлевич Пассовер, мать Софья Семёновна Иванова. Она была русской потомственной дворянкой, окончила медицинские курсы в Санкт-Петербурге и работала гинекологом. Она была одной из первых врачей-гинекологов. Пассовер, еврей по национальности, не мог по российским законам жениться на русской дворянке, не переходя в православие. Она же не хотела, чтобы он перешел в православие. Поэтому он отправил ее на время родов в Лондон, где организовал ей эффективный брак с учителем английского языка Александром Бернером. И там она родила девочку и через два месяца развелась со своим мужем и уехала обратно в Россию. Крестили Ольгу Александровну только в 1893 году. Крещение происходило в Берлине, в Англиканской церкви. Софья Семёновна умерла, когда Ольге Александровне было всего пять лет. После смерти матери Ольгу воспитывала тетя, Надежда Семёновна Иванова. Ольга до 21 года не знала, что постсовер был ее отцом, он считался ее опекуном. Детство Ольги прошло в Гачине, в доме, купленном постсовером. Постсовер подавал прошение на удочерение Ольги, но ему, как еврею, было отказано. Тем более, что Ольга была поддана Великобритании. Постсовер подавал прошение об удочерении Ольги, но ему в этом было отказано, так как он был евреем, а она была поддана Великобритании. И в России не было таких прецедентов. Софья Семёновна перед смертью завещала постсоверу дать Ольге прекрасное образование, но не давать денег, потому что она считала, что деньги портят человека. Постсовер дал ей очень хорошее образование. Она окончила лучшую гимназию в Петербурге, гимназию Таганцевой. Она в совершенстве владела тремя иностранными языками, английским, немецким и французским. Играла на рояле, занималась рисованием, плаванием и верховой издой. В 1907 году Ольга поступила на физико-математический факультет высших женских курсов на отделение чистой математики, которое закончила в 1912 году. Постсовер хотел отправить её на продолжение обучения в Париж, но Ольга не согласилась. Вместо этого она 26 мая 1908 года вышла замуж за студента Путейского института Николая Николаевича Костарева. Бракосочетание состоялось в Благовещенской церкви. Примолодожены в большой пятикомнатной квартире на Васильевском острове, арендованной для них постсовером. От этого брака родилось трое детей. Соня 1909 года рождения, Володя 1914 и Алёша 1916 года рождения. В 1913 году в числе первых женщин Ольга сдала государственный экзамен по программе Санкт-Петербургского университета. А в 1914 году она представила работу, которая была одобрена комиссией. И тогда на основании закона от 19 декабря 1911 года и циркуляра Министерства народного просвещения от 12 марта 1913 года ей был присуждён диплом первой степени. С 1914 по 1918 годы Ольга Александровна преподавала математику на высших женских курсах и готовилась к кандидатским экзаменам. В начале 1918 года, спасаясь от голода, она уехала вместе с детьми в Вятскую губернию, где до 1919 года работала в сельском кооперативе. Там она получила разрешение открыть в большом селе Коса школу для деревенских подростков. И она была учительницей математики и директором этой школы. Из этой школы вышло много известных людей, в том числе член-корреспондент Академии наук СССР Скрябин, который навестил Ольгу Александровну в Ленинграде в 30-е годы. В 1922 году Ольга Александровна с детьми вернулась в Петроград. У ее мужа к тому времени была уже новая связь, и они расстались. Но официально они развелись лишь в 1925 году. Сразу после приезда Костарева поступила работать в главную геофизическую обсерваторию. Выбор ее был не случайен, так как к этому времени в обсерватории работало 29 бестужевок. Она была зачислена сначала адъюнтом, а потом ее перевели в отдел теоретической метеорологии на должность старшего научного работника. Руководителем отдела был выдающийся математикой-физик Фридма. С 1924 года Ольга Александровна также начала вести занятия, а затем читать лекции по физике на первом курсе Ленинградского политехнического института под руководством ИОПФО. Научные исследования Костаревой относились к области динамической метеорологии. В 1925 году она опубликовала гидродинамическую работу, в которой применила метод, разработанный профессором Фридманом, к исследованию одного из случаев атмосферных движений. Ольга Александровна детально познакомилась с графическими методами исследования атмосферы, разработанными норвежским ученым Бьеркенсом, и популяризировала теорию происхождения циклонов в своей статье «Новая теория происхождения и развития циклонов» журнал «Геофизики» 1925 год. В ряде работ Костаревой проводится исследование атмосферных процессов современными времени методами. По ходатайству Фридмана, Костарева вместе со своим будущим мужем Борисом Ивановичем Извековым была командирована на два месяца в Норвегию, в Осло и Беркен, для изучения работ норвежской школы синаптической и динамической метеорологии. В 1928 году она вместе с Извековым была командирована в Германию, в город Ульме, где они познакомились с работами немецких метеорологов, посвященными, в частности, проблемам применения аэрологических данных синаптической практики. Что касается Извекова, то как только она пришла в геофизическую обсерваторию, она сразу положила глаз на Извекова. Он оказался 35-летним профессором, доктором физмат-наук, и она пошла в отдел кадров и узнала, что он, оказывается, не женат. И она поставила своей целью выйти из него замуж, что ей, в конце концов, и удалось. После командировки в Германию, в 1928 году, Ольга Александровна вышла замуж за профессора Извекова. Однако было только венчание. Может быть, это было потому, что Извеков происходило из семьи священника. 4 мая 1929 года у них родилась дочь Таня. Они жили в той же пятикомнатной квартире на Васильевском острове, в которой Ольга Александровна жила со своим первым мужем Николаем Николаевичем Костаревым. С 1930 года она работала в Горном институте на кафедре математики, а в 1932 году перешла в Ленинградский университет доцентом по кафедре геофизики и читала курс физики атмосферы и курс приближенных вычислений, а также вела упражнения по курсу геофизики земной коры. Костарева продолжает активно заниматься наукой. В совместной работе с Довтян к вопросу о числовых характеристиках циклонов, известия о БГО 1932 год, дается исследование циклона с целью изучения его кинематической структуры. Еще одна ее работа посвящена исследованию волновых процессов в атмосфере синоптическими методами. Журнал «Геофизики» 1933 год. В своих исследованиях Костарева придерживалась принципов знаменитой норвежской школы метеорологов-теоретиков, объединявших математику с синоптикой для составления более качественных прогнозов погоды. Наряду с научной деятельностью она вела большую популяризаторскую работу в музее Главной геофизической обсерватории. В 1934 году Ольга Александровна получила звание доцента. Решение об утверждении в акт в звании от 13 декабря 1934 года. К тому времени кандидатские степени в Советском Союзе еще не были введены. Они были введены после 1934 года. Ольга Александровна готовила к защите докторскую диссертацию. Однако защите не суждено было случиться, так как весной 1935 года Костареву, как рожденную в Англии, высылают из Ленинграда на пять лет в Саратов. Незадолго до высылки она несколько месяцев просидела в тюрьме. Старшие дети, трое детей, остались со своим отцом, а дочь Таня осталась со своим отцом, Извековым Барисом Ивановичем. В Саратове Ольга Александровна устроилась на работу в сельскохозяйственный институт. К этому периоду относится еще одна ее работа – перевод книги Гемплиса «Физика воздуха», которая, возможно, была переведена еще до ее высылки, но вышла в свет в 1936 году. 25 ноября 1937 года Костарева была арестована по обвинению в проведении антисоветской деятельности и приговорена к 10 годам лишения свободы. Постановлением начальника управления НКВД по Саратовской области от 23 марта 1940 года уголовное дело было прекращено за отсутствие состава преступления. Весной 1940 года Ольга Александровна приезжает в Ленинград на один день, так как ее выпустили без права проживания в Москве и Ленинграде. На следующий день она уезжает в Куйбышев к младшему сыну Алеши. Ее муж Борис Иванович едет в Москву хлопотать, чтобы ей разрешили проживать в Ленинграде. Через месяц после хлопот ее мужа Костарева получила разрешение на постоянное жительство в Ленинграде и 7 июня 1940 года был зарегистрирован брак Ольги Александровны Костаревой и Бориса Ивановича Избекова. Она получила новый паспорт, в котором по просьбе мужа записалась еврейкой. В прежнем паспорте она была записана русской дворянкой и рожденной в Лондоне. Когда началась война, летом 1941 года, Ольга Александровна вместе с младшей дочерью Талией и внуком уехала в эвакуацию в деревню Ануфриево, недалеко от Череповца, где стала преподавать в школе математику. Ее муж Борис Иванович Избеков остался в блокадном Ленинграде, ожидая эвакуации с Ленинградским университетом. Он мог также эвакуироваться с высшим военно-морским училищем. И, возможно, поэтому, так как он этого не сделал, это сыграло для него роковую роль, так как считалось, что он остался в Ленинграде, ожидая немцев. И поэтому зимой 1942 года его арестовали. И по приговору суда от 23-25 апреля 1942 года приговорили к расстрелу с конфискацией имущества. Он умер в тюрьме 22 июня 1942 года, не дождавшись расстрела, который был заменен 10 годами тюрьмы. Летом 1943 года Избекова с дочерью Таней переехали в Саратов, так как там у нее остались со времен ссылки друзья и знакомые. Она работала сначала в прачечной в артиле сорт всем овощ, сторожем на Бахче, а затем по ходатайству академиков Кочина, Фока и Смирнова получила документы о доцентстве и с октября 1944 года стала работать доцентом в Саратовском университете на механико-математическом факультете на кафедре теории и упробности. В сентябре 1951 года она была уволена за космополитизм и уехала к своей дочери в Казахстан, в Гурьев, где устроилась работать в Гурьевском учительском институте доцентом кафедры физики и математики. Выбор был обусловлен тем, что в Гурьеве ее старшая дочь Соня отбывала ссылку. В 1952 году Ольга Александровна переезжает в Минск и до 1959 года работает доцентом кафедры высшей математики Минского педагогического института. В 1959 году она, как реабилитированная, получает площадь Ленинграда, 14-метровую комнату в двухкомнатной квартире на Московском проспекте. В 1959 по 1968 год Ольга Александровна работала доцентом кафедры высшей математики в Ленинградском электротехническом институте имени Бонч-Бруевича. Кроме работы в институте она очень много занимается переводами, особенно медицинской литературы, и дает уроков, очень много уроков ученикам. К концу 60-х годов состояние ее здоровья резко ухудшилось, однако она продолжала работать в институте, занималась переводами и давала частные уроки. Ольга Александровна мечтала умереть на лестнице своего института. Ей не суждено было умереть на рабочем месте, она умерла в больнице от рака 28 октября 1968 года в возрасте 79 лет. И похоронена она на Александровском кладбище. Что касается ее младшей дочери Тани, то ей не удалось в 59-м году уехать вместе с матерью в Ленинград, так как у нее к тому времени была уже своя семья. И затем Борисовна Болок переехала в Ленинград лишь в 1963 году. После того, как Ольга Александровна и Борис Иванович поженились, они проживали в 5-комнатной квартире на Васильевском острове по 11-й линии в доме номер 44, квартира 14. И в этой квартире Борис Иванович Извеков проживал вплоть до своего ареста в 1942 году. На этом доме сейчас висит табличка, установленная в рамках акции «Последний адрес». Продолжение следует...